доброе утро друзья ой наконец-то там написали знак что нельзя парковаться там где у нас дом рухнул сейчас покажу проедет машина это вдруг подумать что я их снимаю в общем клиентка моя если кто давно смотрит у меня была клиентка вот жила вот в этом доме он рухнул видите и там постоянно парковали машины и проехать было невозможно потому что там во первых пара поворот во вторых он под наклоном его ставят машины и вот тут наставлены хрен проедешь в общем эта женщина переехала женщина бабушка ей уже 80 было с лишним лет вот сюда вот в эти квартиры переехала там все отмыло в общем все все там почистила покрасила и умерла кто меня давно смотрит наверное вспомнит что ей стало плохо у меня в парикмахерской я вызвала скорую помощь вот ее увезли на скорой помощи и вот там то она и умерла и теперь ходят слухи что она у меня в парикмахерской умерла ой мы смеемся смех и грех как говорится игру мне никто еще не умер а договариваться ушло на своих ногах жалко бы не было нам постоянно клиентка была такая своеобразная своим характером но но как говорится все мы не без греха все мы своими характерами нужно просто подстраивать подстроиться или как-то найти общий язык жалко конечно ее было но все-таки для пожилых людей это большой стресс потерять свой дом и как и и обрести как хочется уже спокойствие да чтоб все было стабильно а тут такой стресс и в общем она его видимо не пережила вот так но не будем о грустном сейчас у нас рабочий день пятница развратница сцену уже убрали или еще не убрали все уже убрали очень жарко чувствую что будет жарыще я в своих босоножках которые нашла уже когда осень заканчивается лето заканчивается я босоножки нашла да почему бы нет на обед у меня будет крошка окрошка яйца вчера сварила картофель картошку сварила все буду сейчас резать и будет у меня вкусная окрошечка как я чувствую его вкусная штука яйца т как я и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А это полуфабрикат. Отправим в холодильник до следующего раза. Всем приятного аппетита! Варю ням-нямку. Обычно соль, вода и кукуруза. И Чарли загорать хотел. Ты позагорал? Ты уже позагорал, моя рыба такая сладкая? Ты такой любимый вообще. Давай тебе печеньку дам. На тебе печеньку. Маленькую такую печенюшечку. Надо отодрать вот эту все-таки штуку. Принесла немного масла. И приклеить наклейку от техосмотра. Все никак, блин, не приклею. Кстати, где она есть-то? Тут у меня все, кроме... Блин, а где она у меня есть? В общем, буду искать и клеить. Знак запрещено парковаться? Да ладно, что за знак такой? Не знаем даже. Даже не знаем такой знак. Вообще не знакомы с этим знаком. Где он? Вот этот? Да ладно. Я тут немножко припаркуюсь с этой стороны, с этой стороны припаркуюсь. И никто даже не увидит, никто и не заметит. Что это? Запретили. Вот еще. Пипец, я вообще валяюсь в этой ботве, как говорится. Вот тебе поставили знак. Полицию, что ли, вызвать? Так, ради интереса. Вот понаставят машину, вот так хрен проедешь. А еще, знаете, вот там поставят сзади моей. И все. И ты хрен залезешь. Я один раз так встала. И вот просто не могла проехать. Ну и нажала на это. Вышла женщина, типа такая вот, с таким возмущением. Будто бы, знаете, типа, что ты тут бибикаешь? Я, блин, тут припарковалась, где положено. А ты тут, типа, мне бибикаешь и это. Бесят такие. А я ей говорю, в следующий раз полицию вызову. И посмотрим, кто тут бибикает, а кто тут паркуется. За раз, два раза. Пойдем, нас клиенты ждут уже. А еще сегодня так ржала. Выхожу, короче, иду, не помню даже где. А, не, на машине еду, спускаюсь. Я вижу женщину в платье, ну, такое вот сейчас платье, разлетайки, да, по бокам разрезы. И, значит, у нее задняя часть в трусы запихана. То есть у нее спереди все замечательно. А сзади... А задняя часть, так как разрезы, ничего не видно. А задняя часть вся в трусах, в общем-то. Ой, знаете, знаете, почему у меня ржач такое? Потому что у меня мания на этот счет. Я, когда выхожу из туалета с такими вот юбками, мне все время кажется, что у меня тоже такая так же. В трусах юбка. У вас когда-нибудь было такое? У меня никогда не было, но я видела много раз. И поэтому не хочу, чтобы у меня такое было. Нет, я так просто смеялась. И какая-то женщина, видимо, соседка или кто, вышла и говорю, даже ей не скажут, что у нее вся задняя часть юбки в трусах. И она идет в трусы такие раз, разноцветные, какие интересные. Ой, не могу. Смех и грех. У меня было желание остановиться, сказать ей, чтобы она вытащила и все поправила в себе. Мне уже должна клиентка ждать, поэтому идем на работу. Блин, вы не поверите. Сейчас хотела что-то в интернете полазить, и он опять не работает. Позвонила, они... Ой, у нас это... В общем, поломки на генеральной там станции. Опять? Опять твою дивизию. Взяла, главное, заполнила что-то там. Ну, это теперь 100% до понедельника. Или до вторника, или до среды. Или, помните, я целый месяц без интернета сидела. Зато платить им нужно вовремя. Бесит вообще. А и напомню, другую компанию... Мне не выгодно, потому что они все с телефонами такими домашними. А домашний телефон мне не нужен здесь. Я здесь нахожусь очень мало времени. Мне нужен такой вот телефон. А если интернет на телефон, здесь такие стены толстые, что здесь я вот знаете, откуда могу позвонить. Вот либо вот отсюда, либо выйти нужно на улицу. Внутри здесь, как бермудский треугольник, здесь нет сети. Поэтому телефоном, интернетом я не могу пользоваться, потому что нет сети. А еще мне сегодня пришло письмо, представляете, заводу, в общем. Я вроде заплатила месяц назад. И имя такое же, как вот у арендателя. В общем, у хозяина этой парикмахерской. Такое же. Открываю там счет на 200 с лишним евро. Я чуть рот не открыла. У меня такие счета с рота не бывают. О, что это? Потом у меня как раз тут клиенты были. То есть я не посмотрела внимательно, ни адрес, ничего. И все время, пока укладывала клиентку, думала, а в этом счете 200 евро откуда? Может быть я воду не закрыла, и она у меня текла тут целые, не знаю, дня три. Или еще что-то. В общем, когда я только сейчас посмотрела, разобралась, что это имя не имя какого-то... Я так догадываюсь, что улица-то моя, но номер дома не мой. И я так думаю, что это бар, который находится чуть-чуть туда подальше. И имя тоже совпадает. Поэтому надо, я не знаю, надо отнести ему завтра и посмотреть. Потому что сейчас он, наверное, закрыт. Бар. Открывается попозже. В общем, чуть в обморок не упала, блин, интернет. Ну ладно, хорошо, хоть суббота. Суббота тут же работы много, в общем, не до интернета. Но я сразу звоню, потому что если им не позвонишь, они могут еще там целый месяц о тебе вообще забыть. Только, знаете, нет, они вспомнят обо мне, вспомнят обо мне, прислав смс-очку. Вы забыли уплатить этот месяц. Не важно, что интернета нет. Главное, чтобы смс-очка была вовремя отправлена. Да, я вот в прошлый раз, когда целый месяц у меня не было, представляете, и они мне прислали такую сумочку, вы забыли оплатить. А у меня интернет уже три недели не было. Я говорю, у вас вообще, вы там бессовестны, вы стыд потеряли. Или что, у вас с крыши поехала. Просить у меня деньги за то, что у меня нету. Это как? В общем, надеюсь, что ситуация не повторится. А еще мне нужно тревожить людей, чтобы сделать мне эту гребаную вышку. Они залезли туда и что-то там сделали. Вот меня, что больше всего бесит. Потому что мне нужно просить людей, чтобы через этих людей они смогли залезть на эту вышку. Блин. Надеюсь, что не надо никуда лезть. И все они сделают. В общем, сейчас я пойду уже домой, а из дома пойду в спортзал. На зумбу. Сегодня буду плясать. Тра-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-там. И в бассейне поплавлю. Я воеваю. Я тут стою, вам жалуюсь, блин, целый месяц интернета не будет. Беру телефон. Ведь интернет есть. Прикиньте вообще. Это как? В инстаграме лазю. Мне тут осталось 5-10 минут до закрытия. А я тут вам уже на них, как говорится, и всех чертей сорвала. Ну а что? Вот если бы не позвонила, то точно никто бы даже обо мне и не вспомнил. Блин. Даже стыдно как-то стало. Нет, я кулюторно позвонила и сказала, у меня нет интернета. Просто сказала, опять сломалась. А не да. Потому что я еще не накрутила себя. Вот если бы я в понедельник пришла, интернета не было, тогда бы да. Ух, держись. Работает все. Наконец-то я поклеила вот эту. А сверху так не смогла я оттереть. Представляете, чем только не терла. Масло, еще чем-то. Там всякими салфетками. У меня здесь есть салфетки. Я в машине протираю. И так не смогла оттереть. Может быть, вы знаете, чем можно, кроме масла, оттереть вот эту вот фигню на постном масле. Терла-терла. Видимо, она уже годовой давности и нифига не оттирается. В общем, вот так. Ладно. Еду я домой, переодеваюсь и в спортзал за красивой фигурой. Где ты, миленька? Ты что, не встречаешь меня, Столик? Ты что ли меня не встречаешь? Да? О, ему чучи главное. Тему главное чучи. Что, занято место, да? В сумках я только пришла, да. Мама только пришла. Чего ты хочешь? Чего тебе хочешь? Ты спал, да? Ты спал? Ты спал? На тебе чуть-чуть. Вот что он хочет. Мама, что ли, он хочет? Нужная ему. Я только пришла в спортзал. На этой неделе закончена. Потому что завтра они пока еще работают по летнему времени. И до обеда, до обеда я работаю. Так что вот такие дела. Только дошла и уже вся в поту. Тушь вообще офигенная вот эта, которая параис называется. Водой смывается. А что, удобно. Ой, такая расслабуха. Знаете, когда позанимаешься, вся вспотеешь. Я на сумбе вообще, из меня, наверное, уходит литров 5 воды. Без преувеличения. И потом, когда залазишь в бассейн прохладный, это такой кайф. Сегодня, представляете, нам поменяли раздевалку. Захожу в раздевалку, а там все женщины такие, все какие-то на эмоциях. Гляжу, там парень весь, наверное, такой смущенный. Он как бы ошибся. И она такая женщина. Подождите, подождите. Типа не выходите. Девушка какая-то там в душе была. Голая, естественно. Тот парень, парень, наверное, хотел провалиться сквозь землю. Вот так быстро-быстро вот так вот весь-весь-весь и убежал. Ошибся, представляете? Ну, с кем не бывает. Я сама зашла, когда в раздевалку, так как ее поменяли, написано женская. Думаю, хрен его знает. Захожу, никого нету. Как определить? Лежу, там у кого-то кроссовки стоят. Женские. Думаю, значит, тут. А тут, наверное, все бывает. Все бывает в жизни. В общем, я перед уходом помыла посуду. Поэтому мне сейчас остается только отдыхать. Налью себе чаю сейчас и сделаю какой-нибудь расслабительный напиток. Себе чай, может быть, без кофеина или еще что-то. Вот. И сейчас можно в стиралку все забацать. В общем, полотенце там, все дела. Купальники. Все такое. Чтобы в понедельник быть в препарате, как говорится, и заняться опять. И посмотрим тогда, сбросила я что или нет. Но вы знаете, так как силовые упражнения делаем, то мышцы-то растут, а мышцы, они же весят больше, чем жир. Я так думаю. Ну, в общем, посмотрим в понедельник. Так что подписывайтесь и следите за моим результатом. Дает ли он какие-нибудь знаки. Но вы знаете, я ем мороженку. Вот такое. Такое маленькое, такое маленькое. Я мороженку ем. Я без сладкого не могу. И после обеда, после того, как я на десерт, после обеда на десерт я пью чай с мороженым. Такое вкусное. Ну, оно такое маленькое. Малюсенькое. Кстати, я перед тренировкой на дорожке проходила 6 километров в час. Ну, я успела пройти за... Мне 5 минут было. И за 5 минут я успела пройти всего полкилометра. Ну, я сделала себе этот, как подъем, все конкретно. Там чуть ли не бежгом бежала. Пульс 130 там хирашил. В общем, ну, что я вам рассказываю, вы сами все знаете. В общем, всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Завтра уже суббота. И все. И что мы будем делать? Поживем, увидим. Всего самого наилучшего. Приятных выходных. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok